Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить за возможность выступления на данном конгрессе. И мне просили рассказать о роли высокодозной химиотерапии, интенсификации, лечения. Но для того, чтобы к этому перейти, я все-таки хотел бы рассказать о некоторых моментах. Вообще, важно ли поддержать дозовую интенсивность режима ВЭП, как это влияет на эффективность лечения, как увеличить интенсивность дозового режима ВЭП, приведет ли это к улучшению показателей выживаемости пациентов. Может быть, увеличение интенсивности лечения за счет внедрения новых препаратов, присоединения к режиму ВЭП новых химиопрепаратов, приводит или не приводит к улучшению лечения. И, как раз, уже закончите о роли непосредственно высокодозных режимов лечения больных нестатическими герминогенами опухоли. И также, как же достигается вот эта высокая эффективность режима ВЭП у больных? Важно ли поддерживать дозовую интенсивность? Я приведу результаты двух исследований. Первое исследование было рандомизированное исследование, в котором авторы решили сравнить два режима у группы благоприятного прогноза по СССР и режимы ВЭП. В одном случае назначалось три классических режима ВЭП, а в другом случае назначалось четыре курса ВЭПа, но со сниженными дозами. При этом, обратите внимание, доза этапозида была снижена до 360 мг на м2 на три недели в сравнении с 500 мг на м2. Сущность – это небольшое снижение. Но после рандомизации 160 больных исследование было закончено, потому что, видите, как просел график выживаемости пациентов у больных, которым назначался режим с меньшей интенсивностью. Это группа благоприятного прогноза и сниженная интенсивность, собственно, только одного препарата. А это вот общая выживаемость группы благоприятного прогноза и как повлияло снижение интенсивности этапозида на отдалённую выживаемость пациентов. Ну и второе исследование, уже проведённое нами, мы решили сравнить пациентов, которые запрогрессировали, и пациентов, которые не возникли рецидивы с несеменомными герминогенами опухолей, объединив всех, независимо от прогностической группы по оси СССЖ. Всего получилось 306 больных, рассчитали классически по схеме расчёта дозы интенсивности, и что мы получили, что да, поддержание интенсивности дозового режима, точнее снижение интенсивности дозового режима БЭП любого препарата, этапозида, цисплотина, блеомицина, значимо, очень значимо влияло на риск возникновения прогрессирования болезни. При этом, когда мы стратифицировали больных по отдельным прогностическим группам, мы также получали при многофакторных анализах влияние снижения дозы интенсивности химиопрепарата всего-то на 20%, а это выливалось увеличение риска прогрессирования и в группе благоприятного прогноза, и в группе промежуточного прогноза, и даже в группе неблагоприятного прогноза. Таким образом, можно сделать вывод, что да, поддержание дозовой интенсивности вот этого стандартного режима БЭП и определяет высокую эффективность лечения данных больных, и здесь, соответственно, представлена схема, и как это всё проводится. Следующий вопрос. Если мы знаем, что поддержание интенсивности дозового режима ассоциировано с улучшением показателей выживаемости, то логично идёт следующая мысль, что давайте усилим интенсивность режима БЭП, и это, возможно, приведёт к увеличению эффективности лечения. Какие же были исследования, посвящённые этому вопросу? Одно из первых исследований, в данном случае была первая фаза исследований, когда решили уплотнить БЭП, разводить его раз в две недели, но при этом БЭП вводили в три дня. Авторы получили, в принципе, переносимую токсичность и, в принципе, довольно хорошие показатели выживаемости, так как включались пациенты с промежуточным и неблагоприятным прогнозом. Другое исследование, уже проведённое группой из Новой Зеландии и Австралии, исследование второй фазы, здесь немножко другой режим был, раз в две недели вводился ИПИ, а блеомицин вводился еженедельно, всего 12 введений. Авторы получили также переносимость, никто не умер, однако обратите внимание, что выраженно нарушались функции дыхания, определяемые инструментально, но не клинические. Но, тем не менее, было принято решение, что данный режим переносимый, обратите внимание на показатели двухлетней времени до прогрессирования, особенно это актуально до группы промежуточного прогноза. Если в неблагоприятном прогнозе те же 50% остаются, те же 92% в хорошем прогнозе, а вот промежуточным им удалось достигнуть до показателей двухлетнего безрецидивной выживаемости 94%. Возможно, как раз вот эта вот группа промежуточного прогноза, она будет выигрывать от назначения вот этой дозы интенсивного подхода. Однако, мы также провели исследование под руководством Алексея Саныча, в данном случае мы решили провести просто вторую фазу исследования, и решили достичь таких показателей, как улучшить на 15% показатели одногодичного времени без прогрессирования у пациентов. Мы взяли обычный БЭП и вводили его раз в две недели под прикрытием колонии стимулирующих факторов, включив в исследование 61 пациент. При этом, обратите внимание, что в принципе режим оказался переносим, несмотря на то, что у третьей больных развивалась нетропения третьей-четвертой степени. Однако, фибрильная нетропения была лишь у 8% пациентов. Слава Богу, на этом режиме никто не погиб, но обратите внимание, вот такие графики выживаемости были получены, но мы, к сожалению, не выполнили статистическую гипотезу. Мы запланировали достижение показателя величины одногодичного безрецидивного периода в 80%, так как мы получили 7,7%, но в принципе, в настоящем времени умерло 16% пациентов. Но это еще только одногодичные данные. Один, по-моему, пациент потерян из поднаблюдения, возможно, мы обновим, но мы не впечатлились данными результатами. Но, тем не менее, в настоящий момент проводится третья фаза исследования, сравнивающая стандартный БЭП и БЭП раз в две недели. То есть вот эту интенсификацию в группе промежуток неблагоприятного прогноза. То есть, в принципе, надежда есть, что мы как-то можем сдвинуться в сторону каких-то изменений в химиотерапевтическом подходе у пациентов с герминогенными опухолями. Следующий вариант, самый простой тоже, в логичном эволюции лечения больных герминогенных опухолях, это просто к стандартному режиму БЭП присоединять какие-нибудь новые препараты. Это паклитоксел, ифосфамид, комбинировать различные режимы с БЭПом и так далее. Но, тем не менее, вот эти все подходы, они, к сожалению, не привели ни к чему хорошему в плане улучшения показателей эффективности лечения, лишь ассоциированы были с токсичностью. В качестве примера также приведем собственные данные. Режимы СИПОП, первый курс СИПОП и три курса по схеме БЭП, такой довольно интенсивный режим, при этом довольно токсичный по показателям, фибрильным нитропении и тромбоцитопении 3-4 степени. И второй режим, режим ТИБЭП, паклитоксел вместе с этапозидом, блеомицином и цисплатином. А в данном случае, когда мы начинали лечение данной схемой, сразу же с первого курса у нас несколько пациентов погибло, и в результате этого мы пришли к выводу о том, что лучше начинать первый курс заводь БЭПа, затем уже вводить паклитоксел со второго курса, и это привело к тому, что, в принципе, у нас никто не погиб. Но если смотреть на токсичность, в принципе, токсичность, как я уже сказал, СИПОП довольно токсичный режим, ТИБЭП переносим, однако вот если обратите внимание на эффективность лечения, то мы ничего хорошего не добились. То есть если в сравнении со стандартными режимами БЭП и ПЭИ, это же временного периода, то мы видим, что показатели частоты прогрессирования оставались на том же самом уровне. То есть вот этот подход у нас, по крайней мере, не реализовался. Кроме этого, если говорить о ТИБЭПе, можно вспомнить исследование уже рандомизированной, третьей фазы, сравнивающей ТИБЭП и БЭП у больных с промежуточным прогнозом по СССГ. Было рандомизировано 337 пациентов, в принципе, режим был переносим. Обратите внимание на графики, да, время до прогрессирования. Если взять всю группу пациентов включенных, авторы получили достоверное уменьшение времени до прогрессирования. Но когда посмотрели на общую выживаемость, то, к сожалению, общая выживаемость была одинаково сравниваемой группы. Поэтому к данному режиму стали критичнее относиться, и, собственно, он так и не вошел в такие общие пользования у исследователей, занимающихся данной проблемой. Другим оригинальным подходом является изучение динамики маркеров в процессе лечения. То есть можно зафиксировать пациентов, вытащить пациентов, у которых идет неадекватное снижение маркеров, и, возможно, у этих пациентов необходимо интенсифицировать лечение, чтобы преодолеть возникающую химиорезистентность. То есть это же, по сути дела, первичную химиорезистентность. Данное исследование третьей фазы, проведенное французскими авторами, всех взяли пациентов с неблагоприятным прогнозом по ССЖ, провели один курс лечения и оценили динамику маркеров. При этом, вот, собственно, формула логарифмирования, которая определяла, адекватно или неадекватно снижаются маркеры. В случае, если они адекватно снижались, продолжали БЭП, а если неадекватно, вот тут вот наступала рандомизация. Либо проводили три БЭПа, либо же переходили на такой дозоинтенсивный режим, который включал, наверное, все активные препараты прихерминогенной опухоли, и паклитокселы, и оксали, плотина, цисплотина, блеемицин, фосфамид, и посмотрели, что получилось. И они получили вот такие показатели выживаемости. В группе неблагоприятного, неадекватного снижения маркера мы видим, что такой дозоинтенсивный подход приводил к улучшению показателей времени до прогрессирования. При этом также было увеличение общей выживаемости, но, однако, оно было статистически незначимым. Но, тем не менее, мы можем, в принципе, зафиксировать для себя тот подход, что, возможно, пациенты с неадекватным снижением онкомаркера, они требуют несколько усилений интенсивности режима, возможно, назначения более интенсивных режимов, возможно, назначения даже введения новых препаратов. Ну, и вот такой поданализ они сделали. Они показали, что, да, при опухолях средостейни данный подход не реализовался. Не реализовался изучение динамики онкомаркера и, соответственно, замены препаратов, но зато очень хорошо реализовал себя в группе пациентов с нелёгочными вицеральными метастазами. Но, тем не менее, можно сказать, что введение новых препаратов в режим БЭП, усиление его за счёт новых препаратов, к сожалению, ни к чему не привело к хорошему, и БЭП остаётся стандартом лечения для данной группы пациентов. Но всё же, что же лучше – химиотерапия стандартная БЭП, либо высокодозная химиотерапия в первой линии лечения больных метастатическими герминогенными опухолями? Здесь суммировано большое число исследований второй фазы, сравнивающих различные, изучающих различные высокодозные режимы у больных в индукционном плане. Но я остановлюсь на трёх исследованиях, рандомизированных третьей фазы, которые изучали данный подход. Это были американские исследования, два европейских исследования. При этом одно из первых, это исследование ещё проведено также французской группой, включались пациенты с неблагоприятным прогнозом, и в данном случае, так как исследование более старое, режим тогда ещё был в инбластинной позиции с плотин, проводили четыре курса, либо вторая группа пациентов получали два курса стандартного режима, плюс один курс высокодозной химиотерапии. По схеме это позиция с плотин циклофосфан. И авторы хотели получить улучшение частоты достижения полных ответов на 20%. Они показали, к сожалению, что частота полных ответов, частота общеклинических ответов была на одном и том же уровне. То есть, стат гипотезу они не выдержали, и, соответственно, показатели выживаемости не различались. То есть, исследование, по сути дела, провалилось. Второе исследование, уже проведённое американскими авторами, в данном случае, получаясь с промежуточным и неблагоприятным прогнозом, но здесь уже сравнилась классический БЭП и, соответственно, высокодозной химиотерапии, но отметили себя, что проводился только один курс высокодозной химиотерапии по схеме циклофосфамид, топозит, карбоплатин. Также авторы хотели получить 20% разницу в одногодичном уровне клинических ответов, полных ответов. То же они получили. Они получили, опять же, отсутствие различия в эффективности лечения сравнивая их режимов. То есть, БЭП оказался таким же, как добавление высокодозной химиотерапии не привело к улучшению эффективности лечения. При этом, разделив пациента в зависимости от прогностической группы, промежуточного или неблагоприятного прогноза, авторы также в группе неблагоприятного прогноза ничего не получили, однако отметили, что в группе промежуточного прогноза вот такое введение высокодозного компонента значимо улучшило показатели одногодичных полных регрессий до 70%. Опять же, вот этот промежуточный прогноз, о котором я уже говорил раньше, он, видимо, все-таки выиграет от вот этой дозы интенсивности. Это графическое представление о том, что высокодозная химиотерапия в этом исследовании не привела к улучшению показателей эффективности. Очень интересно это исследование. Они также изучили влияние динамики маркера на то, будет ответ на введение высокодозного компонента или не будет. И вот если обратить внимание, вот это неадекватное снижение маркера, к сожалению, было всего 67 пациентов, но у этих пациентов группа высокодозной химиотерапии практически в два раза в часе достигался вот этот эндпоинт одногодично полных регрессий. 61% против 34%, то есть 34%. То есть опять же, этот подход о том, что да, вот эта вот первичная резистентность опухоли есть за счет неадекватного снижения маркеров, возможно, они выигрывают от интенсификации лечения. Это графически представлены показатели, как улучшилось временное прогрессирование или общая выживаемость вот этих пациентов с неадекватным снижением онкомаркера. И, наконец, еще одно исследование, которое было проведено в первой линии больных метастатическими герминогенными опухолями, изучавших роль высокодозного лечения. Это европейское лечение, включаясь в исследование, включаясь в пациенты с неблагоприятным прогнозом, 4Б попротив 1ВИП и 1 курса высокодозного ВИПа. При этом авторы решили улучшить показатели одногодичной бессобытийной выживаемости на 15%. Удалось, планировалось 222 пациента включить, но в связи с медленным набором исследование остановили. И вот такие показатели они получили, что у пациентов с высокодозным лечением несколько, ну, была тенденция к достоверности, к более высоким показателям времени до прогрессирования, но отсутствовало достоверное улучшение показателей общей выживаемости в пользу высокодозного лечения. Но, к сожалению, в отличие от предыдущего исследования, они также посмотрели влияние динамики маркера на то, помогает или не помогает высокодозный компонент. И вот группа пациентов с неадекватным снижением маркеров, мы видим, что показатели двухлетней бессобытийной выживаемости абсолютно одинаковые, 50%. То есть в данном случае не реализовалось, мы имеем некоторые противоречивые данные. Возможно, это связано с различиями в режимах химиотерапии. Там была индукция БЭПа и, соответственно, другого высокодозного компонента, здесь другие схемы лечения. Таким образом, можем сделать, что на настоящий момент времени введение высокодозных режимов в пациентов первой линии не показано. По-прежнему БЭП остается стандартным. Здесь места высокодозной химиотерапии на данный момент в рекомендации никаких нет. И, наконец, следующая заключительная часть лекции, это о том, все-таки, может, высокодозная химиотерапия помогает у пациентов с рецидивами болезни, какие исследования были проведены. Но перед этим я просто напомню, какие бывают рецидивы. Да, в 25% случаев возникают рецидивы болезни при метастатических герминогенных опухолях у больных, которые получали стандартный режим последующего хирургического лечения. При этом в зависимости от срока возникновения рецидивов они делятся на эти три группы. При этом, конечно же, пациенты с абсолютным платиново-рефракторным рецидивом, которые возникли на фоне химиотерапии по схеме ВЭП, имеют крайне неблагоприятное течение. Пациенты с поздними рецидивами, которые возникли через два года, здесь лучше всего помогает. Они тоже более химиорезистентны, но здесь больше помогает хирургическое лечение. Ну и пациенты с платиново-чувствительными рецидивами мы здесь уже активно назначаем химиотерапию. Это наши данные о том, как эти варианты рецидива в зависимости от сроков возникновения различаются по выживаемости пациента. Стандартным лечением является фосфомид, содержащий химиотерапию. Стандартное лечение – это ВИП, либо ВИИП. Ну и исследование с типом – это поклитоксилофосфомид, цисплатин. В данном случае планировали сравнивать этот режим типа ВИИП, но исследование было, опять же, закрыто в связи с медленным набором, но учитывая такие высокие показатели, полученные по результатам второй фазы исследования, эффективности режима, данный режим входит в настоящий момент в стандарты, и большинство исследователей назначают тип поклитоксилофосфомид, цисплатин во второй линии терапии больных метастатическими герминогенными опухолями. Но это, опять же, наши данные показывают, что введение фосфомида улучшает показатели выживаемости. Ну и возвращаясь к высокодозной химиотерапии при цидивах, опять же, большое количество исследований было проведено, изучавших роль высокодозного лечения у больных с рецидивами. Но я хотел бы остановиться на исследовании второй фазы, выполненной в МСКСС. В данном случае проводился режим индукционный, два курса по схеме поклитоксилофосфомид, и в дальнейшем три курса высокодозной химиотерапии, карбоплотин, этапозит. Авторы получили вот такие довольно хорошие графики выживаемости и времени до прогрессирования, и общей выживаемости больных. К нему мы еще вернемся позже. Если говорить о третьих фазах исследований, крупных, рандомизированных, то всего их было два исследования при рецидивах. Первое исследование, ну и, конечно, наиболее известное, это исследование совместное итальянско-французско-европейской группы, которые включали пациента с первым рецидием после цисплатин, содержащей химиотерапии, с полным или неполным эффектом, но они не включали пациентов с абсолютно платиной рефрактерностью, то есть которые запрогрессировали на фоне химиотерапии. То есть вот эту неблагоприятную группу они не включили в свое исследование. И им проводилось либо четыре курса ВАИПа, либо три курса ВАИПа и один курс высокодозной химиотерапии. Авторы хотели также получить 15% улучшение показателей времени до прогрессирования одногодичных. Что же получили авторы? Авторы получили увеличение времени до прогрессирования статистически незначимое, но, однако, общая выживаемость была идентична пациентам, которые получали стандартный режим ВАИП, не высокодозный. Таким образом, почему исследование не провалилось? Возможно из-за того, что исключались пациенты с абсолютно платиной рефрактерными рецидивами, возможно из-за того, что проводился всего один курс высокодозной химиотерапии, и при этом всего 81% группы высокодозной химиотерапии в действительности получили высокодозную химиотерапию. То есть исследование было не очень адекватно проведено. Другое исследование в данном случае не сравнивалось стандартной химиотерапией и высокодозной, но сравнивались два подхода высокодозных лечения. Либо проведение трех курсов высокодозной химиотерапии после одного курса стандартного ВИПа, Либо, наоборот, три курса стандартного ВИБа и один курс высокодозной химиотерапии. Сюда включали все первые рецидивы после платин, содержащих химиотерапию первой линии. Планировалось включить 230 пациентов, но после рандомизации 216 пациентов исследование было завершено в связи с токсичностью. Видите, что 6% смертей от токсичности было в группе пациентов, получавших один курс высокодозной химиотерапии. Они отличались по дозам. И это в графике во время допрогрессирования мы видим, они идентичны, независимо от того, сколько курсов продолжали высокодозную химиотерапию. Однако за счет этих смертей в группе пациентов с одним курсом высокодозной химиотерапии график общей выживаемости просел. А пациенты, которым провелся три курса химиотерапии, жили несколько лучше. Но опять же, в дальнейшем также начали изучать подход и при рецидивах адекватности снижения онкомаркеров. Вот эти два крупных исследования третьей фазы, о которых я только что сказал при рецидивах, их объединили и решили посмотреть, как ассоциируется изменение динамики онкомаркеров и эффектов лечения терапии. Это была формула, по которой производился расчет, это полученные результаты, которые показали, что да, у пациентов, которые резистентны, то есть маркер плохо снижается, конечно же не проигрывают в лечении, возможно им требуется высокодозная химиотерапия. Но чтобы опять же определить какие-то другие факторы прогностические при рецидивах, была разработана данная классификация. Вы знаете классификацию GCG, да, но вот классификацию по рецидивам, ее мало кто знает, хотя она есть и очень довольно активно применяется. В данном случае было включено в исследование несколько тысяч пациентов, и все это, конечно, ретроспективные данные, то есть одна большая база, и были выполнены следующие факторы риска. Это локализация первичной опухоли, конечно, средостение против забрюшиной локализации яичка, ответ на первую линию лечения, время до возникновения рецидива, уровень ФПХГ на момент начала второй линии лечения, наличие метастаза в печени, в костях, либо головном мозге. И, соответственно, начислялась и тот или иной сумма баллов, и в зависимости от баллов назначалась та или иная прогностическая группа от очень низкого риска до очень высокого риска прогрессирования. И видите, как графики красиво расходятся в зависимости от прогностической группы. Но чем интересно данное исследование, оно включало в себя пациентов, которые получали не только стандартную химиотерапию, но также химиотерапию, которая включала высокодозные режимы, то есть практически половина на половину. И авторы решили посмотреть, как в зависимости от прогностической группы есть или нет эффект высокодозного лечения. И они показали, что только в группе низкого риска прогрессирования одинаковый эффект высокодозной химиотерапии и стандартной химиотерапии во всех остальных группах риска выигрыш всегда остается за высокодозным лечением. И в настоящий момент за рубежом, в принципе, большинство центров они переводят больных, в которых возник рецидив именно на высокодозное лечение. Однако, как и сами авторы говорят, все-таки это ретроспективный анализ. Даже несмотря на то, что тут включались пациенты, принимающие участие в проспективных исследованиях, все равно можно ожидать некий дисбаланс прогностических факторов между сравниваемыми группами. И пока нет данных проспективного оценки влияния роли высокодозной химиотерапии, трудно рекомендовать данный подход всем. И, конечно же, в настоящий момент все еще стартует уже несколько лет исследование ТАГЕР, сравнивающее, куда будет включено порядка 400 пациентов. Будет стратификация по этим прогностическим группам, о которых я уже сказал. Будет сравниваться пациенты, которые будут получать тип, либо тот режим из МСКСС, о котором я уже говорил. Два курса и фосфомидопоклетоксела и три курса карбатплотина и топозита высокодозного. И будет оценка общей выживаемости. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Юрьевич. Какие будут вопросы? Да, конечно. Михаил Юрьевич, а какая роль хирургии в лечении рецидивов? Она не менее важна, как вы сами знаете, в плане ее выполнения, как и в первой линии лечения. Конечно же, мы сразу говорим о том, что да, поздние рецидивы – это прерогативы хирургов. Там им, особенно если это маркеры негативные, там чаще всего тератомы, они более химиорезистентны. Поэтому здесь на первом этапе, конечно же, если рецидив пришел вам пациент через два года после окончания проводимого лечения по поводу первой линии, при этом хирургически это все можно удалить, лучше сделать хирургическое лечение. Тем более же, там чаще встречается трансформация в различные другие негерминогенные компоненты опухолевые. Если же это пациент, который требует химиотерапии, высокие маркеры, высокое распространение, ранние рецидивы, конечно же, начинается химиотерапия. Мы также можем нормализовать маркер, можем опухоль уменьшиться, мы тоже передаем хирургам, потому что здесь, конечно же, хирургический компонент всегда важен. Химиотерапии, одной химиотерапии, рецидивы мы все-таки не можем всех вылечить. Здесь обязательно нужна роль хирурга, независимо от локализации резидуальной опухоли. Михаил Ильич, спасибо большое за Ваше интересное сообщение. А вот Ваше личное отношение к высокодозной химиотерапии, потому что, в общем-то, на протяжении времени все-таки мнения меняются. Сейчас в сторону первых рецидивов, все-таки высокодозной химиотерапии, вот Ваше мнение. У нас, конечно, небольшой опыт совершенно. Мы, наверное, сделали две высокодозные химиотерапии, еще с Владимиром Михайловичем, с последующей трансплантацией стволовых клеток. И сейчас у нас пациент готовится с первым рецидивом. Ну, рискнули, все взвесили, казалось бы, потому что надеяться на СЛОЖ-терапию приходится мало, и рискнули. Ваше личное отношение все-таки? Мы также делали анализ, точнее, вот Алексей Александрович делал анализ в плане лечения, как мы лечим больных. Если сравнить лечение больных первой линии, да, у нас абсолютно такие же результаты мы достигаем, как и в зарубежных клиниках. Это 50% неблагоприятный прогноз, 70-80% промежуточный, до 90% благоприятный прогноз. Однако, когда мы сравниваем лечение рецидивов, да, с нашим стандартным типом или ВИПом, у нас резко падают результаты лечения. За счет того, что, да, мы не имеем доступа к высокодозной химиотерапии, это тоже проблема в нашем онкоцентре, то же самое. Поэтому здесь, в принципе, у нас сложилось мнение, что, да, нужно стараться пациентов с первым рецидивом все-таки искать возможности проведения высокодозной химиотерапии, нарабатывать и этот опыт. Спасибо. Спасибо большое. Да, просто. В данном случае тот режим, который сейчас наиболее приемлем и который хотят исследовать, этот режим из МСКСС, два индукционных режима, когда вы собираете клетки и три курса высокодозной химиотерапии, должно быть больше одного. Считается, что один курс не дает тех положительных результатов, которые может дать высокодозный режим. Михаил Иванович, у меня ассоциация с Суперменом, где он появляется, там всегда беспорядок, хаос. И, в общем-то, да, как-то такая же ассоциация с высокодозной химиотерапией получается. В общем-то, я хотел бы просто сделать правильный акцент на Супермене, чтобы было понятно, для чего он здесь приведен. А вопрос у меня такой. Действительно, очень интересно, что есть хотя бы в перспективном анализе прогностические группы, а каких-то предиктивных факторов, хотя бы перспективных на сегодняшний день, есть, нет, исследуются, есть какие-то сообщения. Действительно, предикторов эффективности лечения или эффективности лечения. Но вот единственные, так скажем, маркеры, в плане, на которые мы можем спокойно наблюдать, это, конечно, адекватное снижение маркеров. ФП, ХГ, ЛДГ. Здесь мы можем заметить резистентность. Все молекулярные подходы, они здесь очень трудно реализуемы, потому что у нас не так много выборов химиотерапии. Да, мы можем определить, предположим, что опухоль, там, ну, нечувствительна к цисплатину, да, абсолютно платино-рефракторной. Рецидив мы все равно его назначим. Для того, чтобы понять, будет или не будет предикторный, реализоваться предикторный ответ, нам трудно ориентироваться только на данные молекулярного анализа. Мы должны это клинически, проспективно оценить. А это при опухолях, которые имеют низкую частоту заболеваемости, очень трудно сделать, особенно в медицинатической болезни. Вот. Сейчас из маркеров, которые, ну, они не то, что предикторные, но они могут нам помогать в плане, возможно, возникновения, оценки возникновения рецидивов, и они обладают больше специфичностью, нежели просто маркеры. А ФПХГ – это микро-РНК из группы 301, 302, 303, которые можно оценивать в крови в том числе. Они выделяются в опухоли и связаны с плерепатентностью опухолевых клеток. И сейчас проводятся собственные исследования, которые были проведены и при первых стадиях, которые показали их высокую специфичность в плане наличия в организме при наличии опухоли, а также при возникновении рецидивов, но они требуют также валидации. Будет ли это, не будет предиктором для того, чтобы следить чувствительно опухоль к лечению или нечувствительно, все равно нужна перспективная их оценка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok